Как известно, для того, чтобы поступить в лицей для одаренных детей, необходимо сдавать тесты, экзаменационное тестирование. Считаете ли вы правильным измерять одаренность с помощью тестов, которые определяют умение решать задачу? Аида Хузина – десятиклассница лицея Иннополиса. Перед встречей подготовилась. Рассказывает, раньше училась в обычной гимназии на одни пятерки. Но чтобы оказаться здесь, пришлось потрудиться. Школьная программа, она у всех знаковая. А задания, которые были в экзаменационном тестировании, они были на полгода вперед по школьной программе. Поэтому было немножко тяжело. Примером из жизни Аиде ответила профессор Венского института. Такой же вопрос Ирина Себготулина задала месяцем ранее школьникам из лицея для одаренных детей в Братиславе. И ответ поразил профессора. Я хочу учиться в этой гимназии. Я хочу, чтобы мои одноклассники были с IQ не менее, чем у меня. Как выявить талант ребенка и чего хочет он сам? Чтобы разобраться в этих вопросах, в Иннополисе встретились педагоги России и Европы. Лучшие мировые практики показывают, для правильного развития нужна свобода действий. Все наши воспитательные меры, типа не делай того, не делай этого, чаще всего как раз убивают ребенка стремленно делать то, что ему нравится делать. То, что ему получается лучше всего. Если ребенка получается лучше всего драться, это не значит, что он подлец. Это означает, что он будущий спортсмен. Выявив у ребенка талант, главное его не растерять. Дети часто испытывают проблемы при переходе из школы в университет и тем более из университета на работу. Есть дефицит на те инструменты и методики, которые позволяют доводить его до трудоустройства, до самореализации. Чтобы молодой человек не просто знал, что он хороший математик или хороший спортсмен, а чтобы он понимал, куда дальше ему можно идти работать или он может быть создаст свой бизнес с этим направлением. После сегодняшней конференции ее участники начнут готовиться к новой, ведь уже совсем скоро им предстоит обсуждать те же самые вопросы, но уже с президентом республики. Очередная конференция университета талантов запланирована на середину декабря. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ, Иннополис. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова